Сейчас вот взвыли всякие вот эти вот скоты пропутинские местные, что Антой сказал, что нет переговорного решения Приднестровского опроса. А вы что считаете, что есть? Ну я обращаюсь к этим мусорам Сталом, они, кстати, нас смотрят постоянно. Вы считаете, что оно есть? Реально, вы считаете, что есть возможность через переговоры вот просто сидеть за столом и... А давайте объединимся? А давайте, да. За 30 лет мы не продвинулись ни на один миллиметр. Вот все эти там варианты, что там таможенная печать, там признание дипломов, признание номеров, это все просто хрень. Она никак не сблизила берега. Никак. Вот вообще. То есть нету ни одного реального шага. Как только мы доходим до какого-то вот что-то, давайте вот реально решим какие-то вопросы, моментально блокировка со стороны этих пророссийских деятелей в Тирасполе. И да, наверное, может быть в какой-то момент надо вот вводить как бы жесткий вариант, который включает себя. Во-первых, ну как минимум, то, что я считаю, надо было сделать при любом раскладе давным-давно, запретить их руководителям пролетать через Кишневский аэропорт.